Пора новогодних праздников. Это время, когда многие пытаются ухватить то самое полузабытое новогоднее настроение, которым было наполнено наше детство. Все делают это по-разному, и что-то посоветовать здесь сложно. А вот если вы не хотите случайно испортить себе новогоднюю атмосферу, то гляньте этот ролик, он поможет вам не вляпаться. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня я расскажу вам о 10 самых убогих новогодних фильмах, просмотр которых может нанести вред не только настроению, но и психическому здоровью. А в конце ролика напомню вам о том, что лучше посмотреть на праздниках, чтобы поддержать это самое новогоднее настроение. Ну а если хотите отдельный большой ролик о лучших незаезженных новогодних фильмах, то давайте наберем под этим видео 20 тысяч лайков. А спонсором этого теплого ролика стал Е-каталог, на носу новогодние праздники. Если вы ищете в подарок себе или близким хороший телевизор, смартфон или какую-либо технику, то советую использовать Е-каталог. Это многофункциональный сервис, который не продает товары, а помогает людям определиться с выбором наиболее выгодного предложения. Вспомогательных фильтров тут целая гора. Обязательно воспользуйтесь им, хороший сервис реально поможет вам. Ссылка в описании. Новогодний корпоратив! Открывает этот антитоп прошлогодняя недокомедия от Джоша Гордона и Уилла Спека. Фильм получил очень неплохой бюджет в 45 миллионов долларов, а на видной роли создатели умудрились затащить Дженнифер Энистон и Джейсона Бейтмана. На этом положительные моменты и закончились. Вот как сейчас помню, с каким выражением лица я смотрел этот фильм в кино. Сюжетные перипетии с попыткой спасти убыточную компанию за счет адского бухача на последние деньги, это уже интересно. Но многие из вас знают, что в случае с комедией я готов простить многое, лишь бы она хоть иногда вызывала искренний смех. Но куда там, новогодний корпоратив сходу опрокидывает на вас ворох забавных ситуаций. Все бухают, сношаются, нелепо падают и сканируют свои голые жопы. Ну и конечно же, в центре этой юмористической садомии возвышаются классические шутки про говно и пердеж в общественных местах. В общем, приятного просмотра! Принцесса-лебедь. Рождество. Среди самых убогих новогодних лент нашлось место и вот этому чуду компьютерной 3D-анимации. Хотя более правильно будет назвать ее 3G-анимацией. Франшиза Принцесса-лебедь была основана бывшим диснеевским режиссером Ричардом Ричем. Серия стала ярким примером бессмысленных и беспощадных попыток потягаться с творениями гигантов вроде студии Диснея и Пиксар. Начиная с 1994 года мультфильмы этой серии создавались с применением классической двумерной анимации. Но в 2012 году горе-творцы совершили небывалый технологический рывок. В прокат вышла лента под названием «Принцесса-лебедь Рождество», которая порадовала зрителей графоном уровня компьютерных игр конца 90-х годов. Сами посмотрите, можете сравнить этот визуальный аддок с тем же Шреком, который вышел аж в 2001 году. И да, производство этой шляпы влетело создателям в 40 миллионов долларов. Судя по всему в части попила бабла, некоторые западные киноделы могут запросто дать фуру нашим. Ирония судьбы. Продолжение. Само собой, подобный список новогоднего киношлака не мог обойтись без высеров отечественных режиссеров. С развалом Советского Союза и приходом рыночных отношений, наши киноделы быстро переняли у западных коллег приемы по выкачиванию бабла из кошельков зрителей. А вот должной базы знаний и умений как не было, так и нет. Капитализм. Главными жертвами надругательства стали культовые нетленки советских режиссеров. К середине нулевых добрались и до главной новогодней комедии страны. И уже в 2007 в прокат вышел сиквел под названием «Ирония судьбы. Продолжение». Режиссером выступил признанный мастер продакт-плейсмента Тимур Бекмамбетов. Поэтому фильм принял вид двухчасового рекламного ролика, где зрителю крупным планом пихали в рожу кетчуп, майонез, сотовых операторов, пиво, водку, консервы, косметику, автомобили, муку, авиакомпании, часы, шоколад и федеральные каналы, которые тоже транслируют рекламу сотовых операторов. На историю первого фильма насрали с высокой колокольни, после чего взяли и полностью скопировали оригинальный сюжет. В сиквеле нет ни смысла, ни души, ни художественной ценности, как нет и намёков на хоть какие-то творческие потуги создателей. Зато есть любимые старые актёры, у которых, видимо, всё было совсем плохо с деньгами, есть распиаренные, но деревянные молодые актёры, есть уморительные шутки за 300 и вырвиглазная пробка от шампанского на земной орбите. Как итог, зрители получили очередное издевательство над культурным наследием, а создатели поимели хороший профит, собрав 55 миллионов долларов при совокупных вложениях в 10. И это не считая сраной рекламы, интегрированной в сам фильм. Карнавальная ночь 2! Можно было бы сказать, что наряду с творчеством Александра Серова и Ильонида Гайдая, фильм Эльдара Рязанова стал жертвой современных горе-киноделов. Только вот здесь присутствует один маленький нюанс. Рязанов сам поучаствовал в создании продолжения «Иронии судьбы». Более того, за год до выхода сиквела он сам приложил руку к становлению тренда по безбожному эксплуатированию советской классики. В 2006 году Рязанов за каким-то хером поставил фильм «Карнавальная ночь 2», который стал сиквелом его же оригинала 56-го года выпуска. Описать получившийся в итоге продукт довольно непросто. По мнению большинства адекватных зрителей, у режиссера получился мега зашкварище. Фильм, в котором постаревшие, больные и зачастую полуголодные звезды советского кино пытаются изображать веселье в компании безрукого и более молодых актеров, просто невозможно смотреть без отвращения. Видимо, льющуюся с экрана фальшь многие нутром прочувствовали, поэтому ленту заслуженно закидали говном и придали забвению. Правда, Рязанов выводы не сделал и уже через год замазался в продолжении «Иронии судьбы». Необычное Рождество Ричи Рича или «Богатенький Ричи 2»? Мода на сиквелы, приквелы и ремейки пошла на просторы нашей необъятной именно с запада. Так что среди всего разнообразия американских фильмов, «Убогих баблодоек» там пока несравнимо больше. Ярким примером стала лента «Необычное Рождество Ричи Рича», которая вышла в 1998 году. Четырьмя годами ранее вышел «Богатенький Ричи», постановкой которого занимался довольно успешный режиссер Дональд Петри. Фильм имел очень большой по меркам того времени бюджет в 40 миллионов долларов, а в главной роли выступил Макалей Калкин, чья популярность еще не угасла. Но все эти плюсы не спасали комедию, даже с учетом хорошего продвижения. Хотя мне помнится, в детстве фильм казался еще ничего. Тем не менее, критики его разгромили, а зрители не горели желанием бежать на него в кино. В результате «Богатенький Ричи» с грохотом провалился в домашнем прокате и не смог отбить свой бюджет. И вот как вы думаете, что нужно делать в такой ситуации? Правильно, нужно снять днище сиквел с бюджетом в 6 миллионов долларов и какими-то деревянными ноунеймами в главных ролях. Для того, чтобы раз и навсегда расстаться с праздничным настроением, достаточно взглянуть на первые кадры этой халтуры. Вырвиглазно-фальшивые зимние пейзажи, ужасная актерская игра и косорукая постановка соседствуют с дебильным сюжетом, дешевыми декорациями и убогим реквизитом. В общем, лента оказалась настолько херовой, что вышла сразу на носителях. Ни один прокатчик не рискнул связаться с этим дерьмом, и мне кажется, это спасло психику многих потенциальных зрителей. «Джентльмены, удачи!» К 2012 году накопилось достаточно примеров того, как не надо снимать ремейки на старые отечественные фильмы. «Карнавальная ночь 2», «Ирония судьбы, продолжение», «Служебный роман, наше время», «Бриллиантовая рука 2» и это лишь верхушка айсберга. Почти все ремейки и продолжения провалились в прокате, а опрос в ЦОМа показал, что россияне негативно относятся к подобным опытам. Но на вопрос «Сколько еще это будет повторяться?» ответ был неутешительным. Несмотря на негативные результаты предшественников, расстрельный список пополнил еще один фильм, который стал очередным плевком на могилу советского кино. Данный высер создавался Александром Барановым, Дмитрием Киселевым и Тимуром Бекмамбетовым, каждый из которых причастен к «Елкам», «Черной молнии» и прочим жемчужинам нашего кинопроизводства. Все вместе они пришли к выводу, что заслуженные деятели советского кинематографа недостаточно интенсивно вращаются в своих гробах. Решили проблему просто – стырили сюжетную идею с всенародно любимых джентльменов удачи, добавили пару знаков припинаний в названии и заменили культовых актеров на современные аналоги. Леонова заменил в конец отчаявшийся Сергей Безруков, местовица на занял гениальный Гоша Куценко, а заменой Краморова стал Антон Богданов, прославившийся ролью конченого Дауна в сериале «Реальные быдланы». Чтобы срубить побольше бабла, ленту от души сдобрили рекламы, на постер влепили ёлку и выпустили фильм 27 декабря. Почти все молодые зрители, к своему счастью, ознакомились с этим творением лишь в обзоре Евгена, а я вот случайно наткнулся на него в разгар предновогодней суеты. Представьте себе такую картину, готовишься такой к празднику, мечешься по дому, и тут тебе приходит мысль пустить фоном старые душевные фильмы для атмосферы. Включаешь ящик, а там вместо Леонова Безруков в роли Трёшкина, который наблюдает за тем, как его жену пялит чувак в костюме сосиски. Отличный способ возненавидеть телевизор, кино, ёлку, Новый год и весь мир. Рекомендую. Друзья друзей! Год спустя наших зрителей обрадовали очередным шедевром. На этот раз новогодняя комедия обладала оригинальным сценарием, а в её создании поучаствовали популярные КВНчики, олдовы юмористы вроде Стоянова и прочие комедианты в перемешку с великими актрисами уровня Нюши. Помогло ли это фильму? НО! Чем тут поможешь, если чуваки из комедиклаба регулярно пробрасывают в кинотеатры фекалии вроде самых лучших фильмов? А тут ещё и Сарик Андреасян в продюсеры записался, так что концепция проекта нарисовалась быстро. Техническая часть состоит из рекламы дешманского пива, сахеровой постановки, деревянной актёрской игры и кривой работы всех остальных специалистов. Идейная часть включает в себя дегенеративный сюжет, гнилых персонажей и фееричный юмор. В программе шутки про Санину, шутки про вонючее говно, про дрочку, про секс с толстыми тётками и... С Новым Годом, ёпта! Спасти Рождество! В США тоже хватает фееричных деятелей искусства, которые могут дать просраться даже видавшим виды зрителям. Ярким примером стал дуэт режиссёра Даррена Дуана и актёра Кирка Кэмерона. В 2014 году они слепили и выпустили в прокат непотребное нечто под названием «Спасти Рождество». Сюжет фильма строится на том, что близкие родственники расходятся во взглядах на Рождество. Главный герой желает отметить этот праздник в соответствии с христианскими обычаями, а его сестра предпочитает закатить шумную вечеринку. Фильм начинается с того, что главный герой сидит перед камерой и просто впаривает зрителю какую-то херобору. Длится это минут пять, а потом начинается якобы рождественское приключение. Фильм поставлен настолько дёшево и плохо, что создаётся впечатление, будто его снимали на телефон. Уровень актёрской игры приводит к мысли, что этих якобы актёров набирали прямо на улице. Ну а сюжет представляет из себя ядрёную смесь из дикого трэшака и какой-то религиозной хероты. В общем, создаётся впечатление, что создатели намеренно пытались сделать самую херовую комедию всех времён и народов. После премьеры фильм получил нулевой рейтинг на сайте Rotten Tomatoes. Был номинирован на «Золотую малину» в шести номинациях и выиграл четыре, среди которых худший фильм, худший сценарий, худшая мужская роль и худший экранный ансамбль. На сайте IMDb он долгое время имел худший рейтинг в истории этого ресурса, а также вошёл в список самых худших фильмов в мировой истории. В ответ на критику, исполнитель главной роли Кирк Кэмерон додумался обвинить во всём атеистов, которые якобы намеренно заговнили в великое кино. «Этот парень пиздец, какой тупой!» «Один дома», третья, четвёртая и пятая части. В начале 90-х годов режиссёр Крис Коламбус умудрился создать уникальную новогоднюю комедию, которая на долгие годы покорила людей самых разных возрастов и национальностей. Первый фильм об одиноком рождестве Кевина Маккалистера получился настолько удачным, что стал самой кассовой комедией за всю историю американского кинематографа. Этот рекорд фильм удерживал аж до 2011 года, когда вышел второй «Мальчишник». В 92-м вышел сиквел «Один дома» с тем же актёрским составом, который был тоже тепло встречен зрителями. В нашей стране эти фильмы умудрились стать такими родными и привычными, что в праздничной эфирной сетке федеральных каналов надолго встали в один ряд со старыми советскими комедиями. Ни одна другая зарубежная лента таким достижением похвастаться не может. К сожалению, всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Макалей Калкин вырос, а его актёрская карьера скоропостижно загнулась. Зато жадность больших дядек не заканчивается никогда. Поэтому в 97-м году правообладатели достали законченную франшизу с пыльной полки и решили снять триквел. Несмотря на рейтинги, фильм был не самым ужасным, просто голимый самоповтор, но только с другими актёрами. Во всяком случае, в детстве мне казался сносным. Тем не менее, критики и зрители его разгромили, а итогом стал кассовый провал. Сегодня, наверное, единственным интересным моментом фильма остаётся тот факт, что там одну из своих первых ролей сыграла 12-летняя Скарлетт Йоханссон. Казалось бы, кассовый провал, вывод очевиден. Остановитесь! Но куда там? Прошло ещё пять лет, и снова здорово! Авторы не только не сделали выводы из провала третьей части, но пошли ещё дальше. Они сняли четвёртый фильм, где вернули старых героев с новой историей и неизвестными актёрами. Оказывается, папка Кевина Макалистера решил бросить мамку, чтобы пердолить богатую тётку, которая организует приём королевской семьи, которую хотят похитить бандиты! Пиздец! Думаю, про уровень постановки актёрской игры и всего остального говорить не нужно. Слава богу, это днище не стали выпускать в кинотеатрах и отправили её прямиком на диски и ТВ. Но если вы хотите пройтись безжалостным катком по ностальгии своего детства, то добро пожаловать! Особо изощрённые извращенцы могут дополнить свои впечатления фильмом «Один дом опять! Праздничное ограбление», который также вышел на ТВ в 2012 году. Здесь создатели снова забили на семью Макалистеров и продолжили пинать труп серии вместе с новыми героями. С тех пор новостей об этой франшизе не было, так что есть маленькая надежда, что она наконец упокоится с миром. Ёлки! 3, 4, 5, 6, 58, 256... Ну и сколько ты там ещё напилишь, Тимуру Бекмамбетов? С каждым годом я убеждаюсь, что какие бы плохие фильмы не снимались за бугром, переплюнуть наш кинематограф никому не под силу. Поэтому почётное первое место в списке самых убогих новогодних фильмов я отдал проклятой баблодойке под названием Ёлки. Первая часть, помнится, получилась вполне сносной по меркам российского кино. Был более-менее оригинальный сюжет про новогоднее чудо, была хоть какая-то атмосфера и адекватный сценарий, а лица Светлакова и Урганта в 2010-м ещё не успели задрать каждого жителя нашей необъятной. Вдохновившись кассовым успехам, через год создатели сняли сиквел, который принёс ещё больше денег. Ну а дальше понеслась. Схема была простая, меньше вложений, меньше стараний и всё больше навязчивой рекламы в каждом третьем кадре. Если сиквел собрал 26 миллионов долларов, то третья часть в 2013-м году принесла уже 38. После этого Тимур и его команда совсем потеряли берега и под конец 2014-го запилили сразу два фильма. Приквел Ёлки 1914 и спин-офф Ёлки Лохматые. Лично для меня апогеем этого мракобесия стал фильм Ёлки 5, который вышел в 2016-м. Если хотите, можете глянуть обзор, подгорело у меня тогда капитально. Степень халтуры и наплевательское отношение к зрителю просто поражали. Сценарий на коленке, тупейший сюжет, дегенеративные попытки изобразить юмор и непередаваемая фальшь в каждом кадре. Блин, да даже на грёбаном кинопоиске никто не стал заполнять информацию о фильме, настолько он никчёмный. В общем, Ёлки — это даже не фильмы, это отвратительно месиво с функциями рекламной площадки для такси, банков, убогих социальных сетей, сотовых операторов и всех остальных. Думаю, если у какого-нибудь производителя органических удобрений найдётся достаточно денег, то Биг Мамбетов с радостью прорекламируют в якобы новогоднем фильме «Навоз». Слава богу, думающих людей у нас всё же хватает, поэтому после третьей части сборы ёлок обрушились более чем на 30%. Но это не помешало запилить четвёртые, пятые и шестые ёлки. Так что никто не знает, сколько ещё будет работать этот конвейер по производству говна. Ну и напоследок, как обещал. Вместо всего этого шлака лучше посмотрите старенькую хорошую комедию с самолётом, поездом, машиной со Стивом Мартином. Да, в ленте нет ёлок, торчащих прям в кадр и никто конфетти не разбрасывает налево и направо. Просто главный герой не может попасть на праздники к семье из-за того, что все рейсы по понятным причинам перегружены. Вот он и вынужден добираться до дома с самолётом, поездом и машиной. Фильм очень лёгкий, позитивный, добрый и если новогоднее настроение и не создаст, то хотя бы точно не испортит. А под конец даже немного растрогает. Во всяком случае, я был тронут. Душевное кино. Думаю, даже если вы фильмы не видели, то тот самый диалог точно где-нибудь слышали. Да, для ностальгического эффекта обязательно смотрите в гнусавом моноголосном переводе Алексея Михалёва. А если хотите прям что-то стопудово новогоднее, то посмотрите рождественскую историю, только не с Джимом Керри, хотя с ним тоже можете глянуть, а картину 1983 года. Очень душевная и по-доброму непосредственная. Ну и ещё обязательно гляньте Чудо на 34 улице. Можете любой из двух. Правда, цветной мне больше нравится. Всё-таки краски в формировании новогоднего настроения играют важную роль. На этом, пожалуй, всё. А если вы хотите видео о 10 лучших незаезженных новогодних фильмах, то ставьте лайки. Наберём 20 тысяч, сделаю. Нет, тогда в следующем году. И поздравляю всех с наступающими и новогодними праздниками. До скорого. Пока.